Итак, как уже было сказано в рамках программы «Время говорить», сейчас у нас проект подробностей. В гостях Алексей Васильевич Лощенов, исполняющий обязанности заместителя руководителя управления Федеральной налоговой службы по Рязанской области. Здравствуйте, Алексей Васильевич. Ну, понятно, что говорить мы будем о декларационной кампании. Вот она сейчас подходит к завершению. Называется, я вот так по-своему себе обозначил вопрос, который вам приготовил декларационная кампания 2014. Давайте начнем, так сказать, с таких информационных азов. Итак, кто обязан отчитаться о налогооблагаемых доходах, полученных в году прошлом, в какой срок, как в целом проходит кампания, и что такое, я подсмотрел, день открытых дверей. Добрый день, уважаемые телезрители. Ну, действительно, налоговый орган Рязанской области традиционно проводит такие мероприятия, связанные с декларированием налогоплательщиками, которые получили налоговые доходы в 2013 году, своих налоговых обязательств уже в 2014 году. То есть до 30 апреля 2014 года все физические лица, которые получили какие-либо налогооблагаемые доходы, с которых не было взыска налог на доходы физических лиц в 2013 году, налоговыми агентами, работодателями или иным, предусмотренным законным способом, обязаны подать налоговую декларацию. Если более конкретно, что это за категория налогоплательщиков? Ну, в частности, порядка 66 тысяч налоговых деклараций в 2013 году мы получили от таких категорий граждан. Например, это владельцы налогооблагаемого недвижимого имущества периодом владения менее трех лет, которые распорядились этим имуществом по возмездным сделкам. Получили налогооблагаемый доход. Например, вы купили квартиру, приобрели земельный участок, провладели этим недвижимым имуществом менее трех лет, распорядились этой недвижимостью, заключили договор купли-продажи и, соответственно, получили налогооблагаемые доходы, которые необходимо, соответственно, облагать налогом на доходы физических лиц по ставке 13%. Какая еще категория потенциальных декларантов, которые обязаны отчитаться в налоговый орган и представить, соответственно, налоговую декларацию по форме 3НДФЛ? — Физические лица, получившие доход от иных видов деятельности, от иных источников, скажем, от возмездного оказания услуг, от передачи имущества, принадлежащего этому физическому лицу на праве аренды, скажем, передаешь в аренду квартиру и ныне жилые помещения, соответственно, получаешь от этого дохода, необходимо отчитаться о налогооблагаемых доходах в налоговую службу. А доказание услуг по репетиторству, по ремонту квартир или физические лица, которые получили в дар недвижимое имущество или иные виды имущества, при условии, что сделки дарения осуществляются не между близкими родственниками и супругами, также должны отчитаться от своих налогооблагаемых доходов, доходы от ценных бумаг, полученных физическим лицом от их реализации, дивиденды и так далее. В настоящее время такую декларацию по форме 3НДФЛ можно представить как путем личного обращения в налоговую инспекцию по месту жительства физического лица. Это достаточно традиционный способ декларирования. Знакомый. Да, а равно можно воспользоваться электронными сервисами, которые предлагает Федеральная налоговая служба. Например, такой электронный сервис, как личный кабинет налогоплательщика физического лица. Любой налогоплательщик может получить у нас пароли во всех налоговых инспекциях Рязанской области, активировать личный кабинет, соответственно, и бесконтактно, невыходно. Выходя из дома, из офиса, соответственно, подать такую налоговую декларацию по форме 3НДФЛ. Ну и, наконец, тем, кто не имеет возможности пользоваться интернет-сервисом, мы как раз и предлагаем традиционные способы взаимодействия с налогоплательщиками путем очного общения налоговых инспекторов. Это дни открытых дверей. Одну акцию по дням открытых дверей мы уже проводили порядка двух недель назад. И сейчас, в преддверии завершения декларационной кампании, мы проводим в ближайшую пятницу и субботу дни открытых дверей во всех налоговых инспекциях Рязанской области. Как они будут проходить и в какое время, предлагаем налогоплательщикам посетить наши налоговые инспекции. В пятницу дни открытых дверей будут проходить до 20 часов и, соответственно, в субботу до 15 часов. Налоговая инспекция распахивает свои двери для налогоплательщиков, помогут заполнить формы налоговой декларации с точки зрения консультирования. Здесь налогоплательщики самостоятельно декларируют доход, но какие листы налоговой декларации необходимо заполнять, мы, конечно, поможем и подскажем налогоплательщику в этой части. В бланке декларации также выдается безвозмездно. Поэтому добро пожаловать, лучше отчитаться о налоговых доходах своевременно, чем по истечении 30 апреля получить информационное письмо со стороны налоговой инспекции уже о тех физических лицах, которые не продекларировали свои налогооблагаемые доходы. Обязаны будут заплатить не только налог на доходы физических лиц от таких доходов в 2013 году, но и уже штрафы, заняв свои временные представления декларации. И вот специально хотелось бы обратиться к нашим телезрителям о том, чтобы они не дожидались получения таких информационных писем о необходимости декларирования налогооблагаемых доходов от налоговой инспекции. На протяжении последних пяти лет у нас информационная работа в рамках декларационной кампании строилась именно по этому принципу. То есть мы напоминали каждому налогоплательщику, у которого есть налогооблагаемый доход, о необходимости прихода в налоговую инспекцию для декларирования налоговых обязательств до 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. В этом году такие напоминания мы практически не направляем. Основная информационная работа будет проводиться как раз с теми физическими лицами, которые своевременно не задекларировали налогооблагаемые доходы. То есть после 30 апреля мы будем направлять такой массив информационных писем уже нарушителям налогового законодательства, где еще раз будем напоминать им о необходимости декларирования налогооблагаемых доходов и уже уплаты штрафов в связи с несовременным представлением декларации. Это будет дороже. Конечно, поэтому до 30 апреля просим прийти в налоговую инспекцию и получить информацию о необходимости декларирования налогооблагаемых доходов и исполнить вашу обязанность по уплате налогов. И еще что я хочу сказать для налогоплательщиков, где можно получить исчерпывающую информацию о том, какие конкретные виды доходов необходимо декларировать, в какой форме необходимо это делать, как заявить имущественные или социальные налоговые вычеты, которые также можно заявить в рамках декларационной кампании. Все исчерпывающие информации содержатся в специализированных брошюрах. Они достаточно спокойным, доступным языком написаны для налогоплательщиков и размещены на сайте Федеральной налоговой службы налог.ру. Поэтому добро пожаловать в налоговую инспекцию, пока еще не поздно отчитаться о своих налогооблагаемых доходах. То есть вот наш отечественный человек, он чего больше всего боится? В бумагах запутаться. Конечно. И разузнать, где чего, вот это вот почесывание в затылке народное, вы говорите, а куда идти, чего, где. А тут вот на сайт и день открытых дверей для этого как раз и предназначено. Конечно. Но и все-таки мы рекомендуем, учитывая, что у нас все-таки века информационных технологий и больше распространяется бесконтактное, интерактивное общение с налогоплательщиками, для социально активных населения, конечно, пользоваться нашими веб-сервисами, которые размещены на сайте Федеральной налоговой службы. Вот лично кабинет налогоплательщика физического лица, я говорил о том, что он позволяет подать декларацию, не выходя, воспользовавшись интерактивными, не выходя из офиса, из дома. Но там содержится информация, например, и о налогооблагаемом имуществе физического лица, скажем, о предназначенном вам транспортном средстве, земельном участке, объекте капитального строительства, о всех начислениях по имуществам налогов, карточка расчета с бюджетом. То есть вы можете посмотреть, а сколько вы заплатили, заявить налоговые льготы, соответственно, есть ли у вас пение и так далее. То есть это современный, вот такой клиент-ориентированный подход, когда налогоплательщик видит всю свою налоговую историю. Экономический портрет человека. Практически, да. Как говорится, мы вас видим, да, мы вас видим. А вы знаете, вот есть у меня такой вопрос, когда составлял, готовился к беседе, есть у меня такой вопрос. Развитие бесконтактного взаимодействия и вот эти вот электронные сервисы, актуальные сейчас. Ну, вы про них сейчас подробно сказали, есть что добавить, закончить вопрос? Ну, дело в том, что на сайте Федеральной налоговой службы более 20 интерактивных сервисов существует. Те сервисы, которые могут заинтересовать физических лиц, наверное, это наряду с личным кабинетом, имущественные налоги, ставки и льготы. То есть нужно понимать, что наряду с декларационной компанией граждан нас являются плательщиками еще и имущественных налогов. Я напомню, какие-то налоги, это транспортный налог, земельный налог, налог на имущество физического лица. Возникает определенная проблема налогоплательщиков, как получить информацию о налоговых ставках, например, по земельному налогу или по налогу на имущество физического лица. Дело в том, что эти налоговые ставки, они определяются муниципальными правовыми актами. У нас достаточно большое количество муниципальных образований по месту нахождения объектов недвижимого имущества. Муниципалитеты принимают, соответственно, нормативные документы. В этих же муниципальных актах содержится информация о возможных налоговых льготах для определенной социальной группы населения. Где получить такую информацию? Вот как раз веб-сервис имущественной налоги и ставки льготы, он состоит из каталога, синтеза таких нормативных документов. Можно по любому муниципальному образованию посмотреть, соответственно, где располагается ваш земельный участок, посмотреть, какая налоговая ставка по земельному налогу, посмотреть, имеются ли у вас налоговые льготы. Посмотреть, какие документы необходимо подать в налоговые органы для заявления о налоговой льготы. Вот это достаточно востребованный сервис. Ну и ряд других сервисов, например, узнай свой ННН, пожалуйста, по паспортному грану, гражданин может получить информацию о имеющемся ННН, получи информацию о контрагенте и так далее. Ну, наверное, для физических лиц наиболее востребованный сейчас, это, конечно, личный кабинет налогоплательщика физического лица, имущественные налоги, ставки и льготы. Вот, кроме того, в Федеральную налоговую службу с использованием веб-сервисов можно обратиться и по иным вопросам налогово-администрированной. Есть просто клиентское такое приложение, обратиться в ФНС России, скажем, если вообще не получили налоговое уведомление или получили налоговое уведомление, в котором содержится по имущественным налогам информация некорректная, на ваш взгляд, неактуализированная, сведения, которые подлежат уточнению по мнению налогоплательщика. Вот в этом случае, пожалуйста, тоже, используя электронные способы взаимодействия с Федеральной налоговой службой, можете обратиться к нам с соответствующим заявлением. То есть стоит немного посидеть у компьютера и, в принципе, все вопросы... Да, да, кроме того, конечно, да, кроме того, форма заявления в большинстве веб-сервисов, они стандартизированы. Большое вам спасибо. Зрителям напомню, что мы с вами были в студии программы подробностей телекомпании «Город». Всего доброго, до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин